Казахстан богатая страна. По оценке ученых ведущих стран мира, Казахстан занимает шестое место по запасам природных ресурсов. Разведанные недра Казахстана оцениваются примерно в 10 триллионов долларов США. В мировом масштабе Казахстан уже сейчас являются крупнейшим производителем вольфрама, хромовых и фосфорных руд, свинца и молебдена, а также железной руды. Богата земля Казахстана природными материалами Природный камень является древнейшим строительным материалом, с использованием которого связана практически вся история существования цивилизации. За последние годы природный камень стал довольно востребованным, и его популярность только продолжает расти. В настоящее время природный камень используется при облицовке зданий и их элементов. Для отделки каминов, для отделки стен, полов и элементов декора. Нефритоды – это благородные серпентиниты. Они представляют собой плотную породу с пятнистой текстурой. Из-за схожести по внешнему виду и декоративным свойствам с таким минералом, как нефрит, серпентиниты Акжальского месторождения называют нефритоид. Нефритоиды используются в виде плитки для наружной и внутренней облицовки зданий и помещений. А также из них изготавливаются различные изделия – подоконники, ступени, раковины, ванны и тому подобное. Знаменитая трибуна в здании Организации Объединенных Наций выполнена из нефритоида серпентинита. По легенде, нефрит или нефритуид носила на поясе богиня Иштар. Очень ценил их король ацтеков Монтесума, великий полководец Александр Македонский и философ Конкурций. Великий правитель степей Чингисхан всегда с собой носил кинжал с рукояткой из нефритоидов. Месторождение нефритоида Акжальское расположено в южной части северной половины улутаусского антикленория. Цвет этих нефритоидов желтовато-зеленый, оливково-зеленый, болотно-зеленый до темно-зеленого. У всех изученных образцов красивый пятнистый текстурный рисунок. В образцах отдельные более светлые ячейки текстурного рисунка просвечиваются до одного сантиметра. При проведении геолого-разведочных работ скважиной на глубине 31 метр вскрыта линза нефрита. Месторождение Акжальское расположено в местности города Аркалык Кустанайской области. Площадь геологического отвода составляет 23,9 квадратных километров. Месторождение состоит из 49 рудных тел. На четырех рудных телах произведена разведка и Комитетом геологии Республики Казахстан были утверждены запасы нефритоидов по категории С1 в количестве 281 145,7 тонн, по категории С2 в количестве 297 631,5 тонн. Существует перспектива увеличения запасов за счет проведения исследовательских работ на 45 участках, находящихся в резерве. ТО Актас СК имеет все разрешительные документы для развития месторождения. По данным исследований, нефритоиды отнесены ко второму классу декоративности. Отражательная способность пластин, определенная близкомером, составляет 70,3%. Полезное ископаемое следует оценивать по двум направлениям. Облицовочные камни. Камни-самоцветное сырье для производства ювелирно-поделочных изделий. Для изготовления продукции из материала месторождения планируется строительство завода по переработке нефритоидов. Данный проект включен в карту поддержки предпринимательства Кустанайской области на 2015-2020 годы. Согласно госпрограмме, выделен земельный участок площадью 6 гектаров для строительства завода. За счет государственных средств планируется провести инженерные сети, электроснабжение, водоснабжение, телекоммуникации и подъездные дороги. Строительство завода вместе с запуском полного цикла производства составит два года. В первый год будет построено здание завода и подведена вся инфраструктура. А также решены вопросы по оплате, сборке и поставке оборудования для завода, а также развития карьера и начала горнодобычных работ на карьере. Во второй год планируется пусконаладка оборудования и выход на проектную мощность. Для инвестиций Казахстан является одной из самых эффективных стран в Центральной Азии. По рейтингу Doing Business 2018 Казахстан вошел в 30-ку стран мира по легкости ведения бизнеса. Среди 10 главных причин для успешного ведения бизнеса в Казахстане отмечают расположение, стабильность, законодательная защита прав инвесторов, среда, направленная на поддержку предпринимательства, наличие рабочей силы и инженерных кадров, снижение бюрократии для инвесторов, развитие инфраструктуры, понятная система налогообложения, внедрение новых технологий и курс на цифровизацию экономики, наличие соседних крупных рынков для сбыта – Россия, Китай, Иран, Ближний Восток и другие. Для инвесторов предоставляются преференции в рамках программы «Инвестор-2020». Здесь есть освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудования натурные гранты, а также налоговые льготы и инвестиционные субсидии – гарантии стабильности законодательства в сфере привлечения иностранной рабочей силы. Для инвестиций на сумму от 13,5 миллионов долларов США действуют существенные налоговые преференции в виде нулевой ставки по корпоративному подоходному и земельному налогам до 10 лет, а также инвестиционные субсидии до 30% и другие. Для удобства инвесторов работает сервисный центр для инвесторов «Одно окно», который предоставляет 363 государственные услуги для инвесторов, инвестиционный контракт, предоставление земельного участка, визовая поддержка и другие, а также консультации по инвестиционному законодательству. В Казахстане создан Институт инвестиционного омпутсмена для защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов. В целях развития обрабатывающей отрасли по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» реализуются инструменты поддержки, такие как субсидирование по кредитам, а также государственное финансирование в создании инфраструктуры и доведению инженерных сетей до промышленных объектов. В рамках программы развития моногородов на 2012-2020 годы предусмотрено дополнительно субсидирование кредитных линий на покупку оборудования и строительство зданий. Поставки не более 14%, из которых 10% компенсирует государство. Для привлечения инвесторов создан благоприятный режим на площадке Международного финансового центра в Астане, который предусматривает нулевую налоговую ставку на корпоративные и индивидуальные доходы, на прибыль от реализации ценных бумаг, дивидендов и вознаграждений по перечисленным ценным бумагам в течение 50 лет до конца 2065 года, а также упрощенный визовый режим для граждан 45 стран – страны ОСР, Малайзия, Монако, ОАЭ и Сингапур. Здесь реализуются принципы общего международного права, основанные на принципах, законодательстве и прецедентах права Англии и Уэльса и стандартах ведущих мировых финансовых центров. Инвестируя в развитие месторождения Акжальская, вы получите государственную поддержку и эффективность, а также отличные финансовые показатели.